Сегодня выборы. Сегодня выборы в Петроградскую городскую думу. Исход их зависит от вас, товарищи рабочие и товарищи солдаты. Выборы всеобщие и равные. Голос каждого солдата, каждого рабочего, каждой работницы будет равен голосу капиталиста, домовладельца, профессора, чиновника. На вас, товарищи, и только на вас ляжет вина, если вы не сумеете воспользоваться этим правом. Вы умели биться на улицах против царских фараонов, умеете же теперь бороться за свои интересы путем подачи голоса за нашу партию. Вы умели отстаивать свои права против контрреволюции, умеете же теперь отказать ей в доверии на сегодняшних выборах. Вы умели срывать маску с изменников революции, умеете же теперь крикнуть им «руки прочь». Перед вами выступает, прежде всего, партия Милюкова, партия народной свободы. Эта партия защищает интересы помещиков и капиталистов. Эта партия против рабочих, крестьян и солдат, ибо она против рабочего контроля в промышленности, против передачи помещичьих земель крестьянам за смертную казнь для солдат на фронте. Эта она, партия кадетов, требовала еще в начале июня немедленного наступления на фронте, стоившего стране сотен тысяч жизней. Эта она, партия кадетов, добивалась и добилась наконец торжества контрреволюции, расправы с рабочими, солдатами и матросами. Голосовать за партию Милюкова – это значит предать себя, своих жен и детей, своих братьев в тылу и на фронте. Товарищи! Ни одного голоса партии народной свободы! Перед вами выступают далее оборонцы, партии меньшевиков и социалистов-революционеров. Эти партии защищают интересы обеспеченных хозяйчиков города и деревни. Поэтому каждый раз, когда классовая борьба принимает решительный характер, они оказываются в одном лагере с помещиками и капиталистами против рабочих, крестьян и солдат. Так было в июльские дни, когда партии меньшевиков и эсеров в союзе с буржуазией разоружали и громили рабочих и солдат. Так было в дни Московского совещания, когда эти партии в союзе с буржуазией утверждали репрессии и смертную казнь против рабочих и солдат на фронте. Если контрреволюция одержала победу, то потому, между прочим, что партии эсеров и меньшевиков помогли ей обуздать революцию, заключив соглашение с помещиками и капиталистами. Если контрреволюция укрепляется теперь, то это потому, между прочим, что партии эсеров и меньшевиков прикрывают ее от народного гнева, исполняя ее веления под флагом революции. Голосовать за эти партии – это значит голосовать за союз с контрреволюцией против рабочих и беднейших крестьян. Голосовать за эти партии – это значит голосовать за утверждение арестов в тылу и смертной казни на фронте. Товарищи, ни одного голоса оборонцам, меньшевикам, социалистам-революционерам. Перед вами выступает, наконец, группа «Новой жизни» за номером 12. Группа эта выражает настроение беспочвенных интеллигентов, оторванных от жизни и движения. Поэтому она вечно колеблется между революцией и контрреволюцией, между войной и миром, между рабочими и капиталистами, между помещиками и крестьянами. С одной стороны, она за рабочих, с другой стороны, она не хочет рвать и с капиталистами, поэтому она так постыдно отрекается от июльской демонстрации рабочих и солдат. С одной стороны, она за крестьян, с другой стороны, она не рвет и с помещиками, поэтому она против немедленной передачи помещичьей земли крестьянам, предлагая ждать учредительного собрания, созыв которого отложен, быть может, навсегда. На словах группа «Новой жизни за мир» на деле против мира, ибо она призывает поддерживать заем свободы, рассчитанный на продолжение империалистической войны. Но кто поддерживает заем свободы, тот способствует затягиванию войны, тот помогает империалистам, тот борется на деле с интернационализмом. На словах группа «Новой жизни» против репрессий и тюрем на деле за репрессии и тюрьмы, ибо она вошла в союз с оборонцами, поддерживающими и репрессии, и тюрьмы. Но кто вступает в союз с оборонцами, тот помогает контрреволюции, тот борется на деле с революцией. Учитесь, товарищи, распознавать людей по делам, а не по словам. Учитесь оценивать партии и группы по поступкам, а не по посулам. Если группа «Новой жизни», предлагая борьбу за мир, в то же время призывает поддерживать заем свободы, то так и знайте, что она льет воду на мельницу империалистов. Если группа «Новой жизни», заигрывая иногда с большевиками, поддерживает в то же время оборонцев, то так и знайте, что она льет воду на мельницу контрреволюции. Голосовать за эту двойственную группу, голосовать за номер двенадцать, это значит пойти на службу к оборонцам, в свою очередь услужающим контрреволюции. Товарищи, ни одного голоса группе «Новой жизни». Наша партия есть партия городских и сельских рабочих, партия беднейших крестьян, партия угнетенных и эксплуатируемых. Все буржуазные партии, все буржуазные газеты, все колеблющиеся и половинчатые группы ненавидят и клевещут на нашу партию. Почему? Потому что только наша партия стоит за революционную борьбу с помещиками и капиталистами. Только наша партия стоит за немедленный переход помещичьих земель в руки крестьянских комитетов. Только наша партия стоит за рабочий контроль в промышленности против всех капиталистов. Только наша партия стоит за демократическую организацию обмена между городом и деревней против спекулянтов и мародеров. Только наша партия стоит за полную ликвидацию контрреволюции в тылу и на фронте. Только наша партия отстаивает без колебаний революционной организации рабочих, крестьян и солдат. Только наша партия борется решительно и революционно за мир и братство народов. Только наша партия борется решительно и без колебаний за завоевание власти рабочими и крестьянской беднотой. Только наша партия и только она не запятнала себя позором поддержки смертной казни на фронте. Вот почему так ненавидят нашу партию буржуа и помещики. Вот почему вы должны голосовать сегодня за нашу партию. Рабочие, солдаты, работницы. Голосуйте за нашу партию. За список номер 6. Пролетарий, 7 номер, 20 августа 1917 года. Передовая.